В редакции 18 канала раздался тревожный звонок от президента уникального в Киеве, да и почти в Украине, благотворительного фонда Спадчина. Мы приехали на вызов и сейчас мы узнаем, что же происходит в здании, которое находится за моей спиной, прямо сейчас. Здравствуйте. Как дела? Памятник архитектуры. А почему тут трещину внизу? А почему? А почему? Трещина, да? Да. Это речь? Да, поставляем. Вот. Занетбана. Вот. Дальше было. Можно смотреть. Да. Все дело в чем? На самом деле в музее представлены очень редкие экспонаты. Очень редкие экспонаты, расскажет об этом Вера Петровна, но постоянно на нее происходит давление. Давление властей, давление предпринимателей, каких-то непонятных структур, которые пытаются здание забрать. Борьба пока у нас не увенчалась успехом. Есть судебные процессы, возбуждены уголовные дела за подделку документов. Но сейчас нас возмутил факт, вообще практически, как мы думаем, уничтожения самого здания. Здание – историческая ценность в центре города, на улице Хрещати. Мы видим музей, под которым сейчас рушатся стены, убираются перегородки и прочее. В музее имеются вещи, которых нет ни в одном музее государства. Памятник 1933 года Шевченко из Петербурга. Икона XVII века Покрова. Речи, которыми использовался Шевченко, как раз в том доме, где я родилась, где он остановился в Киеве. Там и рушники, и есть работы учеников Шевченко, и есть телец, на яком он сидел. И есть из рабочего кабинета речи, которыми он использовался в Киеве. На сегодня ситуация плачевная. Экспонаты все сейчас запылены в ужасном состоянии. Мы ничего не можем сделать. Добиться справедливости невозможно. Хотим добиться справедливости, обратить внимание общественности на факт того, что рушится музей. Три музея. Вера Петровна, директор, сама не справляется. Финансирование нет, ничего нет. И ее решили бедную женщину с ее музеями-экспонатами просто выгнать на улицу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин